почему бывшие мужчины возвращаются мы расстались он меня бросил мы разошлись ему там что-то не нравилось все ему было не так он ушел от меня бросила и он снова пишет и он снова пытается вернуться и он постоянно мне пишет ты при этом не переходит к действиям что такое как понять эту мужскую логику что у него в голове что ты задумайся а зачем тебе это в твоей жизни сидел скучал в небо смотрел птичка спела песню какую-то вспомнила тебе может ностальгического секса захотел ли может вам показалось какую я принцессу потерял понимаешь осознал но причитаешь как бабушка на лавочках мне конечно не приятно чем ты привет меня зовут ярослав самойлов я психолог эксперт в отношениях и перед тем как мы перейдем к видео прямо сейчас ставь лайк подписывайся на канал обязательно смотри видео до конца и перешли это видео подружкам ярослав мы расстались он меня бросил мы разошлись ему там что-то не нравилось все ему было не так он ушел от меня бросил меня или мы расстались или я его бросила и он снова пишет и он снова пытается вернуться и он постоянно мне пишет ты при этом не переходит действиям что такое как понять эту мужскую логику что у него в голове что вот такие панические женские вопросы давай попробуем по-другому перефор переформулировать вопрос а как такое в моей жизни происходит что бывшие мужчины могут мне прислать сообщения которых я не рада видеть которые мне не нужны с которыми я поставила точку каким образом мой телефон пропускают входящие сообщения от бывших каким образом мой телефон допускает звонки от бывших ведь если я ты себе четко ответила что мне оно не нужно это все прошлом соответственно ты ставишь точку и даже ладно понятно что сразу блокировать не обязательно но если мужчина пишет и ты ему как бы доносишь спокойно что дорогое как бы спасибо но нам не по пути я верю что у тебя все будет прекрасно а он но он не слышит соответственно есть кнопка заблокировать которая есть во всех современных телефонах но если ты эту кнопочку не жмешь может быть и приятно что тебе пыш пишет бывший может быть у тебя самой теплица надежда ну а почему нет тебе же самой приятно самооценочки вот бывший напишет ты задумайся а зачем тебе это в твоей жизни ведь если она есть в жизни ты это пускаешь ведь если я не ну не хочу чтобы мне какой-то телефон или люди звонили или писали то эти люди у меня заблокированы ну то есть я сейчас говорю про особенно там людей которые что там пишут дурацкие какие-то комментарии то есть я например таких людей блокируют ну странные комментарии необоснованные или негативные таких людей то есть я их исключаю свою жизнь а почему пишет бывший ну сидел скучал в небо смотрел птичка спела песню какую-то вспомнила тебе может ностальгического секса захотел ли может вам показалось какую я принцессу потерял понимаешь осознал ты просто себе задай вопрос чего я хочу вот прислал он сообщение чего я от него хочу я хочу пробовать не хочу пробовать хочу общаться не хочу общаться ты себе честно ответь чего ты хочешь и когда ты себе честно отвечу чего я хочу по отношению к этому мужчине тогда тебе будет понятен ответ что делать и например ты говоришь нет я не хочу его в моей жизни а он пишет соответственно что нужно сделать сказать ему чтобы он не писал и если он не слышит тогда заблокировать а если ты этого не сделала значит тебя все устраивает значит тебе это нравится значит и не кайфуешь от этого но причитаешь как бабушка на лавочке не конечно не приятно чем не конечно особенно когда скучненько понимаешь то есть сама себе противоречишь это конечно же сейчас будет не про тебя это про большинство других девушек их бывших мужчин большин девушек возвращаются к бывшим когда что-то не складывается когда грустненько как-то это что-то не получается и поэтому в большинстве случаев тогда тянет бывший потому что если бы у тебя сейчас все было круто прекрасно или лучше чем было скажи ты бы оборачивалась назад конечно же конечно же нет ты бы просто смотрел ну зачем тебе смотреть назад отдельное видео я сделаю стоит ли вообще возвращаться бывшему к бывшим и вообще как понять стоит ли или нет потому что в некоторых случаях все-таки стоит в большинстве случаев не стоит но подробнее об этом я запишу как-нибудь отдельные видео сообщения для вас резюмируя тебе пишет бывший потому что тебе это нравится тебе это выгодно тебе это льстит ведь если тебе это не нравится не выгодно и не льстит ты прямо сейчас нажмешь кнопку заблокировать и больше он тебе писать звонить не будет при этом конечно же безусловно если есть общие дети это другая история безусловно если все общие дети не здорово не здорово блокировать человека с которым есть общие дети потому что есть важный контекст это общий ребенок и важно чтобы ребенок общался с отцом с мамой то есть была взаимосвязь даже если мама и папа не собираются быть вместе даже если между мама и папой война Но об этом это, конечно же, больше видео было посвящено тем, у кого нет общих детей. Если для тебя важно разобраться, как же создать такую жизнь, такие отношения, когда не приходится смотреть назад, когда не приходится сожалеть о прошлом, когда не приходится думать о прошлом, чувствовать вину по отношению к прошлому и в целом, да, как бы жить, когда, знаешь, вроде бы смотришь вперед, а на самом деле в зеркало заднего вида. Вот чтобы такого не было, прямо сейчас под этим видео кликай по ссылке и записывайся на бесплатный онлайн-курс «Мужчина. Честная инструкция». И он будет тебе крайне ценен и полезен. Как перезагрузить непонятные отношения, как привлекать достойных мужчин, сделать правильный выбор, как создать по-настоящему счастливые отношения. Прямо сейчас под этим видео кликай по ссылке и записывайся абсолютно бесплатно. Если же это видео было для тебя полезным, прямо сейчас ставь лайк, подписывайся на канал и пиши в комментариях вопросы, ответы на которые ты будешь получать в моих новых видео. До встречи!